Грязные приемы. Как работает цензура в западных СМИ? Невидимые инструменты контроля над прессой. Руслан Хубеев специально для Иорекс. За годы однополярного мира и отсутствие весомой альтернативы западная пресса беспрепятственно создала себе образ мнимой непредвзятости. И пока англосаксонские СМИ обвиняли российские издания в ангажированности, сами эти источники сплошь и рядом практиковали самоцензуру. Достаточно рассмотреть любое интервью любого политического деятеля России, от постоянного представителя РФ при ООН до действующего президента, чтобы увидеть, как западные каналы их откровенно перевирают. Освещение реалий нашей страны и ее истории, мотивов и действий ведется не просто русофобски, а с четко предвзятого контролируемого ракурса. Причем согласованность подачи, охват и глубина пропагандистских шагов у свободной прессы оказывается чрезвычайно высокой. Как они этого добиваются? Прежде всего деньгами. Все на Западе это торг. И хотя официальной цензуры в США не существует, для контроля над прессой применяется не менее качественный механизм. Первое. Реклама. Даже в России функционирование СМИ обеспечивается государством менее чем наполовину. Остальное, как несложно догадаться, реклама с частной стороны. На Западе эта цифра практически стопроцентна. Основными рекламодателями мировой прессы выступают западные транснациональные корпорации и фонды. А если учесть, что СМИ, как и любая другая коммерческая структура, не заинтересованы в том, чтобы отпугивать от себя инвесторов, редакционная политика таких изданий автоматически оказывается отфильтрованной. Второе. Деньги. В марте 2019 года глава финмониторинга России Юрий Чеханчин доложил Владимиру Путину о том, что НКО в нашей стране, а также либеральная пресса продолжают получать иностранное финансирование. В том числе, цитата, «не для благих целей». По его словам, финмониторингом сейчас отслеживается порядка 80 миллиардов рублей иностранных в Ливане, а учитывая, что клиент всегда прав, становится очевидно, чьи интересы будут проводить конечные получатели этих ресурсов. При этом, согласно данным американских отчетных органов, для реализации целей фонда противодействия российскому влиянию, а это в том числе и инструменты цензуры, в 2018 году планировалось выделить 250 миллионов долларов. Однако в феврале 2019 Конгресс добился увеличения суммы до 275 миллионов. В целом же на пропаганду против недружественных стран Государственному агентству глобальных медиа США USAGM было выделено 798 миллионов долларов. Неудивительно, что желающие получить часть этой суммы будут писать только то, что положено. Третье. Ранговая система. Для того, чтобы те или иные ведомства той или иной западной страны сняли запрет на публикацию с некоего громкого дела, СМИ вынуждены вести с его представителями переговоры. Как правило, на них зовут далеко не всех, а только заранее одобренных журналистов. Чтобы попасть в список одобренных, нужно годами не писать ничего лишнего. А если делать это постоянно, тебя допустят к первоисточнику первым. В дальнейшем такому кругу предлагают договориться о базовых правилах освещения новостей в обмен на снятие запретов. Проще говоря, о рамках того, что можно, а что нельзя будет писать в границах цензуры. Четвертое. Редакторская диктатура. В начале 2019 года на российском международном канале RT Германия дала разоблачительное интервью немецкая журналистка Клаудио Циммерман, бывший сотрудник общественного канала ФРГ ВДР. В своем рассказе Клаудио рассказала, как редакторы европейских изданий фильтруют неугодный материал. В январе 2016 года в голландской радиопередаче, посвященной зверствам мигрантов в Кёльне, журналистка имела наглость рассказать, что поскольку ее канал государственный, журналисты были вынуждены преподнести проблемы миграции только в положительном ключе. Когда Меркель вела политику приглашения мигрантов, сказала она, все мы были обязаны писать об этом только хорошее, но касалось это правило по сути всех. Государственный канал проводил с точки зрения правительства, а те каналы, которые финансируют иные силы, проводили позицию их инвесторов. К концу дня журналистку вызвали в редакцию. Публике сообщили, что увольнения не будет, но самой ей прямо заявили, что больше писать не дадут. Так, при отсутствии формального увольнения ее сюжеты больше не покупали. А если статьи были действительно актуальными, их на ее глазах передавали на переработку другому автору. Последним фактом журналистка выявила еще одну классическую схему. Большинство СМИ Запада работают по методике покупки материалов у публицистов, и если автор не пишет в правильном ключе, его работу попросту не покупают. А это, в свою очередь, заставляет эксперта излагать материал только в одобряемом виде. В итоге, мы традиционно, пока мы традиционно уважительно относимся к своим противникам, стремясь даже в СМИ сохранить достойное отношение к врагам, англоязычные и немецкоязычные газеты отвечают на это хамской манерой. Руками скрытой цензуры осыпают Россию очернительными материалами, создают стойкий русофобский фон, пропагандируют недоверие и насилие. Через все вышеописанное, многие другие менее афишируемые механизмы стремятся помешать созданию стабильного и позитивного облика нашей страны, скрепить трансатлантическую солидарность и вбить клина в сближение Европы и Москвы. Нейтральные или умеренно симпатизирующие нам материалы изредка можно встретить во французской или итальянской прессе, чуть чаще в греческой, но ни в Германии, ни в Англии, ни тем более в прессе США найти подобное практически невозможно, и виной тому скрытая цензура. Руслан Хубиев специально для Иорекс Грязные приемы Как работает цензура в западных СМИ Грязные приемы